Этот сценарий я начал писать еще несколько дней назад, буквально что там было прописано, следующий на очереди Дудь, а уже во вторник утром мои предположения перестали быть просто предположениями МВД, возбудило дело о пропаганде наркотиков в отношении популярного журналиста и блогера, вот об этом речь. На самом деле до того момента я вообще не знала, чем Дудь занимается, я не видела ни одного его интервью. То есть вы вот так вот занимаетесь интернетом, а про Дудя не знаете? Я какой-то контент смотрю, какой-то не смотрю, который мне просто неинтересен. Он самый популярный в этом сегменте человек. Ну мне по каким-то причинам он был неинтересен. И в тот момент все пазлы сошлись. Досмотрите это видео до конца и все поймете. Данную программу я готовил несколько дней. В ней будет и о преследовании ФБК Навального вместе со всеми штабами оппозиционеров, в смысле о причинах преследования и о Дуде. Заодно расскажу, при чем тут YouTube, который то закрывают, то нет. И как весь этот винегрет может быть связан с историей НТВ 20-летней давности. Это реальная журналистика. Поехали! В этой истории мне захотелось глубоко покопаться, когда, помните, не только на ФБК начали наезжать, но еще и на штабы Навального. Тогда впервые прозвучало, мол, проверим на экстремизм. И мне подумалось, чего им от этого Навального еще нужно, и так человек сидит. Очевидно, что до выборов не выйдет. Оставшаяся на свободе верхушка фонда, как в той поговорке, иных уж нет, а те далече. Реально, часть людей вынуждены были уехать за границу. Их ни при каких раскладах кремлевским не достать. Те, кто в РФ, какая-нибудь Соболь. Так ее загрузили по полной. Любота из судов не вылезает. Ну, какой из нее политический активист сейчас? Да и давайте честно, ну не выведут Волков или Соболь на улице миллионы без Навального. Тогда зачем? Тем более, какой смысл простые штабы прессовать, где волонтерствуют 20-летние девочки и мальчики, которые явно на экстремистов не тянут? В той конторе сам Навальный-то на экстремиста, разве что с большой натяжкой. Уж 18-летняя Маша из Иркутска или 19-летний Петя из Конотопа вообще смешно. У меня 10 ЧПРГ. Нормально, я от тебя не особо отстаю. Ну да. И вот тут, ребят, пришло время обратить внимание на всеми нами любимый или нелюбимый YouTube, по которому вы меня, тем не менее, смотрите сейчас. А вы не обратили внимание, что с какого-то момента повестка с YouTube превратилась в общефедеральную. Пропагандисты, которым до того как до данной площадки дела не было, вдруг начали с завидным постоянством, поминать ее добрым словом. Затем и вовсе повалили на эту площадку всем скопом. Бабло в тот YouTube вваливать начали около кремлевские структуры. В смысле, в раскрутку каналов а-ля Соловьев Лайф. И мы не о копеечных вложениях сейчас говорим. Это серьезные деньги, кстати, ваши. Чинуши вдруг с самого высокого ранга стали с тем YouTube заискивать. За полгода Роскомнадзор уже несколько раз вмешивался в отношения между трубой и пропагандистами. С чего бы это? Нам между делом рассказывают, заблокируем. Опять куча вопросов. Во-первых, почему только сейчас, а не, например, два года назад перед президентскими выборами. А во-вторых, а что до сих пор-то не заблокировали? Пугают все время. Сейчас вот опять на майские праздники замедлим. Подождите. Если у вас есть кнопка блок, какой смысл был все это время с врагами сюсюкаться? Деньги туда завозить вагонами ради заморозки просмотров и продвижения оппозиционных каналов в том числе? Ну это же дорого и глупо. Нажать на кнопку delete никак? Я вам даю вам около 48 часов, чтобы делать это. А, или у них нет такой кнопки. Они опять врут, хотя думают, там дело в другом. Привет, это Навальный. Я ужасно рад, что снова могу сказать эту фразу. А вот теперь давайте порассуждаем, откинув в сторону первоначальные эмоции. Согласитесь, мы как-то забыли, что Навальный это не только политик. Алексей Анатольевич всегда был и остается непревзойденным политтехнологом, а еще он. Гениальный медиа-менеджер новой формации. Я не пошутил сейчас. Именно медиа-менеджер. Навальный первым просек, что телевизор не сегодня-завтра умрет. Навальный первым пошел в интернет в 2016-м, сколопил вокруг себя мощную команду креативщиков. Не политиков. А именно креативщиков. Ну, простой пример. Что, расследование медиа-зоны или какой-нибудь базы хуже, чем у него? Привет, это База, я Анатолий Сулейманов. Сегодня Алексей Навальный впал в кому. Он летел на борту самолета Томск-Москва, и оппозиционеру стало внезапно очень плохо. Да нет, просто Навальный догадался внести в эту историю элемент шоу, и его расследования реально стали интересны даже тем, кто политикой не интересуется. Привет, это Алексей Навальный из фонда борьбы с коррупцией. Хочу вам рассказать о нашем последнем расследовании, которое нас так поразило, что мы решили даже это видео записать. Ну, а получилось вообще расследование благодаря вот такому горге. И пока неповоротливые кремлевские тупицы думали, что у них все под контролем, Навальный создал в интернете, у них под носом мощнейший информационный ресурс в России 21 века. Как выглядит медиаструктура Навального сегодня? Это ведь не только его личный канал, это еще и Навальный Лайф. Плюс острый угол. У каждого соратника по каналу имеется Волков, Милов, Шеведдинов и так далее. Они подгребли под себя практически весь Ютьюб. Они действительно создают информационную повестку в соцсетях. Эти ребята диктуют условия. 120 миллионов просмотров на фильме о Дворце Путина. Все вместе взятые кремлевские телеканалы с миллиардными бюджетами столько никогда в жизни не набирали и не наберут, уверен. Навальный в новой парадигме по монополисту, а эти на его фоне, да неудачники. У нас тут две книжечки с фотографиями. Вот эту одну многократно показывали по телевизору. Вы ее много раз видели. Это удостоверение Штази. На нем имя Путин Владимир Владимирович. Есть такое же удостоверение. И на нем какой-то очень симпатичный человек. Разумеется, кто-то мне сейчас может возразить. Мол, да кто тебе сказал, что телевизор вчерашний день? Моя мама вон. Телевизор смотрит. Отвечу. А ты понаблюдай внимательнее за своей мамой. Изучи, что она там на путинских цифровых каналах смотрит. Это программу «Давай поженимся». Сериалы типа «Жижа-пыжа» на «Россия-1». Телепутешествия на пятнице. Ты правда думаешь, что Кремль вламывает миллиарды в зомбоящик, чтобы мама твоя сериалы смотрела? Да им нужно, чтобы люди новости слушали. Вот только в телеке это давно никому нафиг не нужно. Интересующийся информацией человек давно ушел в интернет. И они это понимают. Поэтому кремлевская шобла начала YouTube окучивать. А Навальный и Дуди им там не нужны. А то он их опасность исходит, потому что... Юрий Дудь под подозрением. МВД попросили проверить, не пропагандируют ли журналисты-блогеры запрещенные вещества. С жалобой обратились представители Лиги безопасного интернета. Ее возглавляет член общественной палаты и дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерина Мизулина. Так получилось, что именно в эти дни исполнилось ровно 20 лет со дня, когда в России уничтожили первый и последний независимый телеканал. По этому поводу была целая спецоперация, которая проводилась на протяжении нескольких месяцев. Но все новое, это хорошо забытое старое, те же уничтожают теперь и нас. Нет таких, как я, они пока не собираются трогать. Мы еще побегаем. В их прицеле крупные медийщики Навальный или Дудь. Первое, как мы уже видим, решили задавить посредством признания всего того, что человек создал экстремистским. Поэтому в том числе и штабы его нахлобучивают. Дудя грузят какими-то дурацкими обвинениями а-ля убийства Кеннеди. И они пойдут до конца, потому что им нужен Ютьюб. Им важно и дальше убивать мозг масс. Среди Навального и Дудем, конечно, придет и наше время. На наши места посадят прокремлевских шестерок. Так вот она, истинная цель данного винегрета. 23% нас с вами, россиян, считают, что наша с вами страна, Россия, абсолютно со всех сторон окружена врагами. Вот свежая... Ах да, мне уже прилетают сообщения вроде, ну что за глупости вы говорите? Вы забыли про Рутуб? Он сейчас так рекламируется. Вот Рутуб-то и заменит. Подозреваю, что такое пишут люди, которые просто никогда ничего не создавали в жизни сами. Уж тем более не продвигали. Ну и им объяснить попытаюсь. Для начала надо понять, что это за махина такая Ютьюб. Во-первых, это не просто куча серверов, на которых валяются тонны разного ненужного видеохлама. Если так посмотреть, то Рутуб действительно создать можно. Вместо пенсии, соц.выплат и прочего. На самом деле Ютьюб это алгоритмы, которые анализируют каждый из миллионов видеороликов. Каждого из миллиардов зрителей. Делают так, чтобы зритель получал ролик на основе своих предпочтений. Это самый большой в мире искусственный интеллект. Если хотите, кто из российских специалистов сегодня способен сделать такое. И вообще этим нужно было заниматься лет 20 назад. Если заняться сейчас. Ой, много воды утечет. Ну и в третьих. На российский Ютьюб ежедневно заходит 70 миллионов человек. Какой Рутуб в состоянии добиться таких показателей. Вы знаете, я недаром сравнил наш сегодняшний Ютьюб с НТВ 20-летней давности. Навальный, дудь, даже я. Мы все лидеры мнений, ваших мнений. И только от вас сейчас зависит, останутся ли в конце концов наше мнение с вами. Останется ли в России свобода слова. 20 лет назад вы выбрали плыть по течению. Я не о себе, не о своем канале сейчас пекусь. Просто уничтожение условного НТВ в этот раз. Отбросит нашу страну еще дальше в каменный век. Они, кстати, уже потихонечку это делают. Вы просто не понимаете, что какие-то блогеры, журналисты, которые кажутся вам настоящими прямо сейчас. Работают против вашего мозга и уничтожают некогда великую страну. Знаете, я, может быть, и сам пошел бы по пути с негодяями. Так проще, так выгоднее. Бабки заплатят хорошие. Но я не могу. Мне будет стыдно потом, потому что над моим рабочим столом висит медаль моего деда-фронтовика. Она, правда, за службу в милиции, но это не важно. Я не хожу на бессмертный полк, как некоторые клоуны. Не ору потом. Вау, я патриот. У меня все проще. Так вот перед ней. Перед этой медалью, перед дедом моим обосрочно просто не хочу. Это была «Реальная журналистика». Дальше сами все знаете. Подписывайтесь, лайки и комментарии. Это очень важно. В соцсетях тоже жду. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok